Наши жители города Воскресенска направили более 300 обращений и требований по вопросу об устройство тротуара по улице Осипенко в адрес нашей администрации на имя главы города Артура Викторовича Болотникова. Этот вопрос касается безопасности жителей нашего города. Примерно столько же мы получили отписок, которые не имели под собой законных оснований. Согласно Федерального закона, 196-го, о безопасности дорожного движения, права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Полномочия Мерганов местного самоуправления поселения в области обеспечения безопасности дорожного движения относятся. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения. По которой пересекает, соединяет несколько населенных пунктов. Мы добираемся до школы, до магазинов, до общественного транспорта, до больницы. Вы представляете, как мы здесь идем? А вы приезжаете третий раз. У вас есть определенные какие-то уже решения? У меня ребенок, котечка. У нас он многодетный. Но мы все проблемы не озвучили. Она понятна. Уже какой раз мы озвучиваем-то? Вы, как понимаете, обращение уже, как вы говорите, третий раз мы к вам приезжаем. Да, да, да. И для того, чтобы, по крайней мере, этот вопрос проработал. Сюда выезжало Главное управление ГАИ Московской области. Съемку, коммуникация. Да, да. Вы должны были предпринять какие-то действия. Обследовали это. Нам было поручено сделать план коммуникации, что здесь есть шлины по пикетам. То есть мы это все сделали. ГИБДД мы сейчас на связи. Мы им предлагаем сделать одностороннее движение. Нет, здесь не получится, потому что здесь нереально. Ну, дальше... Давайте вот, чтобы это... Вам ГИБДД уже ответил, что невозможно. А дальше будут, то есть, должны строительные нормы. Они должны, так сказать, проектировщики смотреть. Возможно, невозможно. Вопрос как? Да? Вопрос как? Вот сейчас, в связи с тем, что так спланирована застройка... Кто спланировал? Администрация. Так и говорите. Это сделала, создала проблему администрация. Подождите. Вот будем... Кто-то один говорит, наверное, да? Нет, ну давайте по делу. Если я имею в виду на мое, будем так говорить, доведение до вас информации, вы будете задавать сразу вопрос. Да, давайте мы вас послушаем. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Чтобы конструктивно поговорить и принять какое-то компромиссное решение. Вот. Если оно возможно. Просто одно дело, вот хочу и сделай, да? Не всегда можно там, где здесь. Вот по вашим обращениям, я говорю, управление, да, дорожное управление, сделали это по съемку, посмотрели, где какие коммуникации, что здесь с одной стороны газ, с другой стороны солны уличного освещения, снабжения и так далее. Вот. Да, застройка. Возвращение. Кто нарезал так земельные участки и по каким нормам? Я вам сейчас не отвечу. Я так понимаю, земельные участки предоставлялись в таком роде. Давайте говорить, что 30 лет уже здесь... 30 лет назад. 30 лет назад. Есть генеральный план, я думаю. Да, 30 лет назад совсем другие были нормативы, совсем был другой строительный кодекс. Вы сейчас хотите нам конкретно, можно? Я к чему говорю. Вот сейчас... Холодно. Вот тротуар сделать, исходя из тех инженерных коммуникаций, здесь невозможно. Нет, вы не правы. Покажите где. Вы не правы. Давайте, давайте... У вас профильные специалисты есть в безопасности? Я думаю, что в администрации должны быть чиновники и должны уже давным-давно нам предоставить... Управление ГИБДД, то есть самые специалисты, которые могут, дорожники, которые могут подсказать нам, и без их согласования или видения ни одно строительство новое не будет осуществляться. То есть мы ждем от них сегодня предложение. Это был вынесен на рабочую комиссию Московской области. Почему они сюда приехали? Это разбиралось на рабочей группе комиссии Московской областной... Так, когда это произошло? Когда они у нас были? Они, наверное, месяца два назад. Они были летом еще были. Да, они два месяца. Какие приняты были решения по этому вопросу? Я пока от них ничего не отвечаю. Два месяца? Вы обращались вообще с запросом по этой... Я в последний раз раз разговаривал с начальником ГИБДД после нашей с вами встречи. Нет, ответ вам официальный выслал, какое-то решение было? Протокол. Ответ решения какой-то... Решения нет. Ответы не получили из ГИБДД, которые главные... Они должны мы с них ответы требовать, вы понимаете? Здрасте. Что ж вы так просто посидите там, поговорите? Они приехали, дали нам протокол, и мы уехали. А решение проблемы какое? Пока нет, они нам не дали решение проблемы. То есть они не работают, выходит? Они не работают. Мы не знаем, они пока... Значит, то есть дополнительно надо обратить... Они приехали, посмотрели. Вот сейчас мы им отдадим вот это... Хорошо, мы поняли вас, что... Кто не работает... Звучите, пожалуйста, на камеру. Нам нужно мероприятие по ГИБДД. То есть вот сейчас мы еще раз... Кто вам должен был ответ сделать? ГИБДД, да. ГИБДД конкретнее, начальник там... Начальник управления... Как его фамилия? Я не знаю. Областной начальник ГИБДД, который вам не ответил. Ну, хорошо, пусть он там позорится. Мы сейчас выстоим, что он не работает, не отвечает и не исполняет свои служебные обязанности. Он начитался на комиссии, вероятно, своей... Да, значит, надо лично... Все хорошо. Они вам прислали? Да, они прислали, что они вам предписание сделали, да. Я сейчас не могу вам сказать, потому что я не помню уже. Что они вам прислали? Ну, сказали, что вы должны сделать это все, потому что действительно это нарушение наших прав. Если у вас не хватает полномочий, если не хватает мощности, если не хватает интеллектуальных способностей, можно вынести вопрос на правительство Подмосковья. Все, к Воробьеву, и там вам все... И денег дадут, и все вам расскажут, если вы сами не в состоянии. Мы сами не в состоянии. Ну, ладно, вот я вижу, что это бесполезное занятие. Вот сейчас стоим и мерзнем. Просто готовых решений у вас нет. Вы приехали ни с чем. Если, допустим, мы через комиссию безопасности... Вы должны обеспечить безопасное перемещение наших жителей. Все, вопрос закрыт. Это тоже не решит права. Решение решит проблему. Ну, давай... То есть вы отказываете нам? Ну, а насколько... Предоставление нам безопасного перемещения по дорогам. Это гарантировано в Конституции Российской Федерации. Перемещение по дорогам в Конституции Российской Федерации? Да, у нас 196-й федеральный закон. Пункт 4, почитайте. И это обязанность ваша. Вы должны следить за дорогами местного значения. Нет? Я не права? Хотя бы, если не полтора, хотя бы метр. Люди должны уйти с проезжей части. Можно было с ребенком пройтись. И вот едет машина... Мне надо дойти в сторону, пропустить машину. Ребенок в сугробе, ребенок в луже. Ну, это просто... Нет, это очень сложно. Очень... Вот так вот решается у нас администрация в третий раз приезжает и просто постоять, погулять, подышать все же воздухом. Зачем вы вообще приехали вот в таком случае? Просто сказать, мы же слышали от вас этого ответа. Вот смысл вашего приезда. Скажите, вы пришли с решением или просто постоять? Мы просто хотим, чтобы мы отнеслись как люди к нам, к людям. Потому что не каждый человек может отвезти ребенка на автомобиле. Это очень сложно. Очень сложно. Со всем и будет хотя бы метровый. Это уже хоть что-то, понимаете? Это уже хоть что-то, это уже выросло. А так вообще ничего. Нет, лично я не вижу. Ну, метр это нормально. Это только желание. Только желание. Мы же не просим у вас проложить там какой-то там тротуар двухметровый, там полтора. Мы хотя бы согласны. Вон он несется, он несется, он даже не понимает, что здесь даже две машины вообще не могут разъехаться. А мы, мы должны идти еще здесь, пешеходы. Пожалуйста, мы вас очень сильно просим. Отнеситесь, пожалуйста, к этому вопросу. Очень серьезно. Здесь нужно профильные специалисты смотреть. Мы этот вопрос еще раз вынесем на комиссию по безопасности дорожного движения. Учитывая ваше многочисленное обращение, ваше требование, рассмотреть возможность минимальной, усеченной. Просто вот эти усеченные, они возможны будут даже где-то, ну, то есть идет тротуар, закончился, все равно надо будет выходить на дорогу, исходя из плотности вот этой застройки. Плюс в любом случае надо будет, наверное, на комиссию приглашать и газовые службы, и все вот эти вот инженерки. Ну, сначала, потом же, в любом случае, проектировать. Скажите, пожалуйста, вы были в Канабеево? От станции по левую руку ходили пешком? Там уложен вот такой кусок асфальта, вот такой. На отбойнике, с бордюрчиками, с заездами, как надо. Это уже проще, чем вот тут сейчас бродить. Его плоховатенько чистят, конечно, потому что не по проекту, да. Но люди все равно стремятся идти... Его совсем не чистят, я только что... Ну, ничего и плохо, что не чистят. Это же ваше ответственность. И люди придерживаются, чтобы так... Ну, ладно, потом не... Сейчас нам самое главное сделать. Понимаете? Так, мы сказали, что вы дополнительно создаете какие-то комиссии. Давайте по датам определимся, потому что можно бесконечно вот это вот оговорить. Давайте конкретнее по датам. Когда у вас состоится это все? Когда вы будете обсуждать это все? Я на комиссии раз в квартал идет. Если все нормально, то март месяц, где-то в конце март месяца, в 20-й числу. Март месяц. Ага. Давайте на комиссию пригласим. Я, да, я буду... Нет, не могу. Почему? 212 федеральный закон об общественном контроле. Я имею право, как жители, принимать участие. Мы этого и просили от земельного комплекса, чтобы проверили... Нет, по земле мы проверили земельный контроль. Я вообще не вижу вашей работы, честно говоря. Вот мы в третий раз приезжаете, вот ни с чем к нам. Понимаете, сказать, что невозможно, это неправда. Тротуар. Да. Ну все, мы ждем. В общем, мы встречаемся в марте месяце, правильно? Вы надо идти... Да. И готовое решение, я думаю, должно быть. Желательно позитивное. Мы готовы на 40 сантиметров просто отойти в сторону с проезжей части. И оно должно быть приподняты, чтобы машины не заезжали на этот тротуар. Ширину проезжей части. Ну, а мы видели у нас в городе, вот на Лопатинском, там вообще сплошь делали. Естественно, все эти автомобилисты заезжают на этот тротуар. Смысл этого тротуара вообще никакого. Ладно, все, спасибо вам, что вы приехали. Мы... Вы можете представить, в какой занимаете должность? Я вот... Я же вас представил, Севернов Алексей Дмитриевич, заместитель главы. Заместитель главы. А вы? Можно еще раз? Начальник управления. Начальник управления чего? Родитель городской области. Ага, все, спасибо вам большое, все доброго. Здоровья вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует...